ребята всем привет с вами даша и сегодня я себя попробую в роли авиамоделиста у меня уже есть небольшой опыт работы с моделями самолетов вы кстати можете заметить некоторые из них в ролике про 9 мая если вы его не видели то обязательно посмотрите его на моем канале а также если вам интересно сборка и окраска подобных моделей то подписывайтесь и на мой канал вам не сложно мне приятно а работать я сегодня буду над моделью советского истребителя времен второй мировой войны la 5 fn в 72 масштабе от звезды вообще такие модели это очень хороший выбор для самого начинающего моделиста ведь они и стоят недорого и простых сборки за счет малого количества деталей и так давайте посмотрим что внутри коробки а потом начнем сборку и по традиции начнем с бокс арта тут собственный изображен сам самолет после успешной атаки на немецкий истребитель правда не могу понять на какой именно по крыльям он больше похож на bf 109 но округлый нос скорее всего выдает в нем фоки вульфу 190 так дальше давайте посмотрим что у нас сзади здесь все варианты окраски летний вариант это вариант самолета капитана лихолетова и зимний без указания конкретной части давайте откроем так тут нас встречает два пакета один с декалью сейчас и стекляшками так здесь изображены красные звезды и бортовые номера так переходим к остеклению две детали на которых придется рисовать перегородки это детали фонаря кабины так и дальше два литника нужно мне не оказалось вкусе так собственно два литника с крыльями двигателем и литник с фюзеляжем и пропеллером а также тут фигура пилота все и сейчас посмотрим еще инструкцию она на двух листах и все очень доступно и понятно опять варианты окраски самолеты лап 5 были превосходны писал знаменитый летчик покрышкин у авиатора есть особое чутье которым он воспринимает машину ее мощную силу покорность все ее гармоническое совершенство я смотрел на гашетки пушек и приборы и радовался работа над коренной модернизации истребитель лак-3 начались под руководством лавочкина в конце сорок первого года поводом для этого послужили нелестные отзыва самолета с фронта в результате которых правительство ссср предприняло крайние меры на новосибирском заводе номер 153 машина была снята с производства а вместо нее развернули строительство як-7 о кб яковлево начало осваиваться на горьковском авиазаводе номер 21 главном предприятии по выпуску лагов изменить сложившуюся ситуацию могло лишь существенное повышение летных характеристик лак-3 возможное только за счет использования более мощного двигателя в то время наиболее перспективным являлся опытный мотор м107 но он находился на стадии доводки и обладал многими конструктивными недостатками зато после прекращения выпуска ближнего бомбардировщика су-2 стал практически ненужным серийный звездообразный мотор м82 мощностью 1700 лошадиных сил лавочкин первоначально скептически относился к установке м82 в свой самолет так как двухрядная звезда имела большое лобовое сопротивление в полете весело на 300 килограмм больше чем м107 и плохо вписывалась в обводы фюзеляжа лак-3 однако последующие расчеты показатели значительную выгоду такой силовой установки а превратить овальное сечение носовой части фюзеляжа в круглое удалось путем простого наложения деревянных вальджебортов определив основное направление доработки лак-3 конструкторский коллектив лавочкина дружно взялся за дело размещение принципиально нового двигателя на самолете при минимальном изменении конструкции последнего было непростой задачей но на ее решение инженеры затратили всего три месяца сохранение нужной центровки достигли смещением мотора ближе к центру тяжести истребителя проблемой являлось вооружение так как военные требовали обязательную установку пушек которые невозможно было смонтировать на крыле из-за топливных баков на счастье на заводе оказалось около двух десятков дефицитных в то время синхронных 20 миллиметровых пушек швак изготовленных для истребителя и 16 наиболее важным вопросом стало обеспечение охлаждения цилиндров мотора обычно в задней части капота располагалась для выхода охлаждающего воздуха специальная юбка но на лак-3 и невозможно было использовать без серьезно переделать поэтому пришлось ограничиться только так называемыми створками для выхода воздуха размещенными по бокам самолета и прикрытые створками на образец истребителя с двигателем м-82 был готов марте 42 года и летчик-испытатель мещенко впервые поднял его в воздух по сравнению с лак-3 летные качества самолета неузнаваемо изменились улучшилась маневренность вертикальной плоскости возросла скороподъемность и повысилась максимальная скорость до 600 километров в час однако полеты машины сильно затрудняли ее недостатки и в первую очередь сильный разогрев масла потому что масло радиатор от мотора м 105 имел небольшую охлаждающую поверхность наконец начале апреля пришло постановление гк о о передаче завода номер 21 распоряжение яковлева и испытания нового истребителя вообще оказались под угрозой срыва согласно предписанию эшелон с оборудованием и большая часть сотрудников кб лавочкина отправились в тбилиси но сам главный конструктор вместе с небольшой бригадой остался и днем и ночью продолжал доводку самолета сведения о котором дошли до верховного руководства страны поэтому следующее постановление гк о вышло уже через несколько дней и касалось проведения государственных испытаний истребителя для этого была образована специальная комиссия не и ввс прибывшая в горький 21 апреля передной цикл полетов провели летчики кубышкин и якимов оба они отметили сравнительно высокие летные данные машины которые сводили на нет постоянный перегрев двигателя заключение было довольно жестким но устранение всех замечаний инженером отвели всего 10 дней доработки касались преимущественно масляной системы и найти выход из создавшегося положения помог случай в сборочном цехе рабочие обнаружили в ящике новенький масло радиатор завезенной сотрудниками яковлева для мотора м107 он в полтора раза превосходил по размерам масло радиатор установленный на самолет и окончательно решил проблему охлаждения масла это подтвердили продолженные в мае государственные испытания температура головок цилиндров и масло во всех режимах полета оставалось в норме после отстрела оружия испытания на дальность и что по-растребитель в конце концов был одобрен и запущен в серийное производство под обозначением ла-5 завод номер 21 возвращено лавочки ну быстро освоил производство нового самолета поскольку по конструкции он не сильно отличался от своего предшественника лак-3 первые 200 ла-5 изготовили с накладными бортами затем фюзеляж соответствующим образом доработали история этой модели началась в далеком 72 году благодаря фирме итальери тогда она правда называлась по-другому итало ерей спустя два года ревел перепаковал эту модель даже не став менять бокс-арт а восемьдесят втором году итальери в новой коробке перевыпустила модель самолета ла-5 что примечательно на бокс-арте истребители выполнен в познавательных знаках люфаффы видимо так в то время было проще продать эту модель на западе впервые эта модель вышла в коробках от звезды в далеком 97 году но уже под модификации fn потом в 2000 и 2003 годах звезда поменяла коробку этого набора а в 2006 уже ревел выпустил эту же модель своих цветах а в 2010 чешская фирма билик выпустила сразу два варианта модели ветерана классический вариант ла-5 fn и истребитель с 95 так обозначался ла-5 в чехии стыкалью для чешских обознавательных знаков потом звезда еще три раза меняла дизайн коробки в одиннадцатом тринадцатом и семнадцатых годах что любопытно в 2011 году выходила журнальная серия гордость авиации которые помимо журнала вкладывали ледники со звездовскими моделями самолетов и в одном из номеров как раз и была эта модель жаль что такая практика не продолжилась и подобных журнальных серий больше не упускают по крайней мере в россии а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok